В день славянской письменности культуры в республике прошел марафон праздничных событий. В Доме Дружбы Народов состоялся концерт, посвященный этому празднику. Славянский язык – язык богослужения. На нем сегодня не говорят, не пишут, разве что поют. Но благодаря ему сохранились истории, традиции и культура славян. Возможность передавать культурный код с помощью письменного слова нам подарили святые равноапостольные Кирилл и Мефузий. Праздник проводится при поддержке Русского культурного центра Чувашской республики и Чебокстарской Чувашской епархии. Очень важно знать о той работе, которую проделали братья, потому что вербальное общение – это одно, а когда это записано, когда это кодифицировано, когда есть возможность любое время взять и почитать, это совсем другое. Это именно трансляция и нашей культуры, и нашей религиозности. В Доме Дружбы Народов праздник объединил представителей разных народов. Абдувалий Ергашев проживает в республике более 20 лет. Он считает, что благодаря письменности культура народов сохраняется и развивается. Многонациональные чуваши проживают более 129 национальностей. Из них мы, Узбеки, тоже проживаем в Чувашской республике. Конечно, такие проведения праздников обогащают национальную культуру всех народов. Узбекский народ тоже с этой алфавитой, крыльцей, используется крыльца. И я рад, что сегодня нахожусь на такой замечательной мероприятии. Украсили праздник хор Чебоксарской певческой капеллы «Классика» и выступления воспитанников детских художественных и музыкальных школ. О зарождении развития письменности у славянских народов и русском языке можно узнать подробнее на книжной выставке, которую представила Чебоксарская библиотека имени Гайдара. Большая книжная выставка организована национальной библиотеке. Здесь собраны самые старинные и самые новые издания, отражающие историю культуры и языка славян. Книга 19 века. И эту книгу у нас не читают. Книгу по этой книге поют. Книга полностью рукописная. Писать пером и чернилами, используя кириллицу и глаголицу. Или выводить буквы с теосами. Здесь посетители выставки смогут проверить свои знания и узнать массу полезной информации о печатных и рукописных памятниках русской культуры. Наталья Мальчикова, Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика.